Превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора, выезд на встречку, переход вне пешеходного перехода и неправильный его проезд, ненадлежащее состояние дорог. Одни из основных причин ДТП за прошлый год. По его итогам аварий, в которых пострадали люди, стало меньше. Имеется позитивная тенденция в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Проведение на территории оперативно-профилактических мероприятий способствует снижению аварийности на 2,8%, с 71 до 69 фактов. Ранен в ДТП граждан на 5,6%, с 89 до 84. К сожалению, погибло три гражданина, в 2022 году их был всего один. Большая часть ДТП связана со столкновением авто и наездами на пешеходов. 225 водителей инспекторы задержали в состоянии опьянения. 35 из них попались правоохранителям повторно. Меньше совершено ДТП с участием водителей, управляющих транс-средством в состоянии опьянения на 50%, с 6 до 3. С участием несовершеннолетних на 20%, с 10 до 8. Больше выявлено про нарушение уголовно-профессиональной законодательства, связанное с управлением транс-средством в состоянии опьянения повторно. Таких преступлений выявлено на 3,4,6% больше, а в числовом выражении с 26 до 35. В 2023 году в авариях пострадали 8 детей. В шести случаях это был наезд на пешехода. В целях профилактики автоинспекторы провели 281 беседу в образовательных учреждениях города. За прошлый год сотрудники ГИБДД провели 58 акций и рейдов. Бахус, труба, нетрезвый водитель, автокресло детям, главный пассажир, пешеход и другие. Специалисты также старались повысить качество обслуживания. 97,2% заявителей довольны оказанием госуслуг.